Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП на прошлой неделе. На перекрестке улиц Павлика Морозова и Лесной водитель Шевроле при выезде не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, в котором находился ребенок. В результате ДТП девочка получила небольшие телесные повреждения. После осмотра врачом ее отпустили домой. В машине ребенок сидел впереди в детском кресле. Но сотрудники ГИБДД обращают внимание, что несовершеннолетних пассажиров безопаснее перевозить на заднем сиденье. Для всех водителей, для всех пап, мам, водителей такси, дедушек, бабушек, хочу сказать, самое безопасное место в автомашине – это все-таки заднее кресло. И даже на детском удерживающем устройстве, даже ребенка в возрасте 8-9-10 лет необходимо перевозить сзади, а не впереди. За один день сотрудники ГИБДД задержали несколько машин с тонировкой и составили 6 административных протоколов. Так прошла спецоперация «Тонированное стекло». А всего за неделю выявили 36 автолюбителей, любящих темные стекла. Хочу еще раз напомнить любителям покататься с тонировкой, любителям покататься без страхового поля СОСАГО. За неуполнение законного требования сотрудника полиции о прекращении противоправных действий существует административная ответственность, предусмотрена административным кодексом, вплоть до административного ареста на срок до 15 суток. 210 нарушений правил дорожного движения выявили за последнюю неделю. Пять водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения. А если вы увидели пьяных водителей на дорогах города, звоните по номеру 112. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов.